Девочки, всем привет! В этом видео я вам расскажу о своих покупках для кухни. Очень много всяких полезностей и нужностей для кухни, ну и не только, в общем-таки, бытовые покупки, скажем так, для дома. И начну я с тарелочек. Я купила новые тарелочки. Вот такая вот прелесть, африканская тематика, небольшие, кругленькие, с кругленными краями, но в то же время они и не круглые, и не квадратные. Такая интересная форма. Они стеклянные. Мне очень нравится стеклянная посуда, хоть она и менее прочная, чем вот обычная такая, но тем не менее, мне очень нравится именно стекло, очень нравится, как это все выглядит. Я взяла шесть тарелочек, все они разные, все вот такой вот в африканской тематике. Но там где-то одна девушка, где-то девушка и мужчина, здесь три девушки, то есть все шесть тарелочек, все абсолютно разные. И купила я их, ну не просто так, у меня уже я давно покупала точно такие же тарелки, тоже с африканской тематикой, но вот такие большие. Они квадратные и, в общем-то, этим, наверное, они не очень удобные. Вот эти вот углы, они неудобные, чтобы греть что-то в микроволновке. Они не очень удобны, чтобы ставить их в посудомоечную машину. То есть, ну, такие. Мне очень нравятся эти тарелочки, но, конечно, если бы в то время, когда я их покупала, были вот такие же большие, но с скругленными краями, я бы, конечно, взяла лучше скругленные. Но в плане необычности, в плане такого дизайнерского интерьерного решения, это очень даже круто, интересно, такие квадратные тарелки, здорово. Ну и сюда, конечно, помещается куча просто всего, кусок мяса, несколько видов гарниров, салат. То есть, вот такие вот очень нравятся. Теперь у меня вся кухня такая персиково-оранжевая, и поэтому такие вот яркие оранжевые тарелки, еще есть такой южной африканской тематикой, очень даже в тему на моей кухне мне очень нравятся. Кстати, не сказала, что все, что я вам сегодня буду показывать, я купила в магазине Домовой. И вот эти круглые тарелочки, которые я вам только что показывала, стоили, по-моему, 89 рублей. Следующее, что я купила, это вот такая вот разделочная доска, тоже в магазине Домовой. Чем она мне понравилась, тем, что у нее, видите, такие скругленные краешки, и есть ручка. То есть, ручка, вы ее всегда берете чистыми руками, она всегда чистая, она не жирная, не грязная. То есть, удобно порезали, взяли за чистую ручку, убрали. Не всегда доска, да, остается иногда, когда режешь, например, что-то текучее, например, как помидоры. Все это разливается по всей доске, и невозможно найти там, ну, чистого места, вы все равно опачкаете все руки, льется все это на стол от помидор. Ну, в общем, это не всегда удобно. Точнее, я бы сказала, это всегда неудобно. Поэтому приобрела вот такую вот разделочную доску, и, в принципе, краешки закругленные, здесь внизу ровные. Пользовалась уже ей, на самом деле, не очень удобная эта доска, потому что, когда вы режете на ней что-то, то есть, вы берете нож и вот так вот режете, да, и у вас рука вот здесь вот с ножом задевает вот об этот приподнятый краешек, и, ну, в общем, не совсем удобно что-то вот именно нарезать. Как-то приходится крутить доску, ну, не знаю, не очень удобно, я пока не особо приноровилась, но принцип использования доски удобный. Ну, попробую еще, как-то, может быть, крутить, вертеть ее, чтобы было удобнее нарезать. Ну, вот пока такие, не знаю, пока нравится мне или не нравится, в общем, вот такая вот покупочка. Стоила эта доска, по-моему, где-то около 150 рублей. Следующее, что я купила для кухни, это два вот таких вот замечательных контейнера, как это назвать, два таких сосуда замечательных. В этом сосуде у меня обычное растительное масло, а здесь настоящий свежевыжатый лимонный сок. Мне нужна была для выпечки цедра лимонной, поэтому у меня так осталось несколько лимонов, в общем-то, в никуда. Вот я выжила лимонный сок, и это очень удобно. Они без крышечки здесь сверху, вот эта вот штука откручивается, и здесь вот на ней, на этой крышечке маленькая дырочка. На самом деле, вот из таких сосудов, вот лимонный сок очень удобно несколько капель добавлять в чай, потому что он не льется сильно сразу. Баночку нужно немножко так потряхивать, чтобы капельки выливались, да, то есть вы не переборщите ни с маслом, ни с лимонным соком. Это очень удобно. И, в принципе, такие милые, симпатичные, красивые баночки. Опять же, масло тоже нальется, всегда дозировано. Ну, удобные штуки, мне нравятся. Продавались они вместе, в паре стоили в районе 250 рублей. Итак, поехали дальше. Следующее, что я купила, это вот такое вот сидечко для заваривания чая от фирмы Веселая Кухня. Вот так вот это сидечко выглядит. Сюда вы насыпаете настоящую листовую заварку. Оно вот такая открывается, насыпаете, закрываете. Это очень удобно, и взяла я его, чтобы унести на работу, чтобы пить на работе не пакетированный чай, а нормальный листовой. А здесь удобно очень такая зацепочка. Вы пока зацепляете на край кружки, то есть у вас эта веревочка, эта цепочка внутрь, туда никогда не упадет, за нее вы достаете. Бьете хороший, вкусный листовой чай на работе. Стоила эта сидечка совсем недорого, по-моему, 59 рублей в домовом. Следующее, что я купила, это вот такие вот пакеты для заморозки продуктов. Здесь 16 штук. И чем они мне понравились? Тем, что они с замочком. Я уже покупала подобные пакеты, то есть вот так вот они выглядят. И здесь вот такой вот замочек. Сюда все складываете, распределяете. В общем-то, не надо вязать никаких узлов, как на обычных маленьких пакетиках. Все вы это закрыли, и у вас спокойненько лежит. Что я в них храню? Я на зиму накупила много грибов. Я покупаю периодически ягоды замороженные. Да, в принципе, все, что угодно. Я достаточно часто делаю зажарку, замораживаю. То есть я сразу делаю большое количество зажарки и по порционным пакетикам ее замораживаю. Я периодически делаю, например, нажарила много котлет. Что-то оставили поесть. Что-то убрали вот в такой вот пакетик, заморозили, достали там через 2 недели. Ну, в общем, это полезные штуки. Мне они нравятся, они удобные. И вот поэтому покупаю уже не первый раз. Если честно, совсем не помню, сколько они стоили, но сколько они могут стоить, мне кажется, до 50 рублей, где-то так. Еще одни такие интересные штучки для кухни, которые я купила, покупаю их первый раз. Это вот так вот выглядит. Это 9 крышек чехлов. То есть вот сзади есть картинки, да, как это используется. Я когда взяла, я, в общем-то, посмотрела на картинку, все рассмотрела, но не совсем себе представляла, как это будет выглядеть в жизни. И сейчас вам покажу. Ну, удобная достаточно упаковочка, то есть так вот открывается. И здесь 3 размера. 20 см, 14 и 26 см. Вы достаете отсюда. Здесь по одному пакетику на каждый размер. И вот так вот выглядит эта крышка-чехол. На самом деле, когда я ее в первый раз достала, я подумала, о, душевая шапочка. Выглядит она вот так, действительно очень похожа на душевую шапочку. Ну, и внизу резинка, такая вот полиэтиленовая крышка. И, действительно, это очень удобно, например, одевать на кастрюльку, на сковородку, если у вас нет вдруг крышки. Ну, на что-то высокое. На тарелку, конечно, это не оденешь. Да, почему нет, тоже оденешь. И просто это будет вот туда под тарелкой, это резиночка. В принципе, наверное, тоже можно одеть. Я еще не пользовалась, взяла. Вот попробовать, пока они у меня лежат. Но, вообще, мне кажется, идея интересная, неплохая. Единственное, что вот здесь вот, сейчас вам покажу. Вот здесь вот сзади нарисована такая шапочка на графине с морсом. У меня нет в этой упаковке настолько маленьких крышечек. Хотя вот это, наверное, было бы удобно, чтобы можно было одеть на банки, на какие-то вот такие бутылки с морсом. Ну, на такое более-менее узкое горлышко. Ну, в общем, вот такие вот вещи. Буду пробовать такие интересные штуки. Следующее, что я купила, тоже покупаю уже не первый раз, это латексные перчатки. Я не покупаю всегда именно вот эту фирму, просто в этот раз взяла такую. Здесь 10 штучек, размер M. Я в этих перчатках по кухне делаю все, покупаю их постоянно. Я в них мою кухню, в принципе, да, мою плиту, мою посуду, мою фрукты, овощи. Я вообще, у меня такие достаточно сухая кожа рук, поэтому я очень чувствительно отношусь к мытью посуды, к мытью овощей. У меня тут же сохнут руки, мне очень нравится это ощущение. Поэтому такие перчаточки, это просто спасение для меня. Единственное, что мне не нравится, внутри они пропитаны тальком, чтобы, ну, как-то они у вас не прилипали, не скользили с ручек, крепко держались. И талька, на самом деле, в них достаточно много. Потом, когда вы их снимаете, ощущение на руках такое не очень приятное, то есть все-таки руки надо сполоснуть от него. Прошлые перчатки я покупала тоже в домовом. Вот на них такого не было, они были в такой вот, ну, тоже в картонной упаковке. Здесь сверху была дырочка, как, знаете, у салфеток. И сверху вы их доставали, но, к сожалению, в этот раз тех перчаток не было. Пришлось взять вот такие, но буду пользоваться, в любом случае они мне нужны, я ими пользуюсь. Но имейте в виду, когда покупаете, если есть возможность, ну, оденьте их на руку, посмотрите, немного ли там внутри талька. Эти перчатки стоили около 80 рублей. Следующее, что я купила, это вот такая вот огромная упаковка финиш, это таблетки для посудомоечных машин. Взяла именно вот такую вот огроменную упаковку, потому что, ну, такие упаковки, на самом деле, я вижу только в домовом. Стоила она 999 рублей. И здесь внутри 2 вот таких вот блистера с этими таблеточками. Вообще здесь всего 60 штук, то есть по 30 штук в блистере. Посуду я мою не каждый день в посудомойке, где-то через день, через 2, ну, то есть получается там 2-3 раза в неделю. Поэтому, в принципе, мне 60 таблеток хватит месяца на 3-4. Финиш таблеток много разных. Нравятся мне именно эти тем, что они, не знаю, они лучше отмывают посуду, они как-то делают посуду более блестящей, что ли. После них посуда блестит и скрипит. Мне это вот ощущение такое вот вообще полное, просто идеальной чистоты. Очень нравится, поэтому стараюсь покупать именно вот эти таблеточки. К сожалению, не во всех далеко магазинах хозяйственных они бывают, тем более в больших упаковках, что, естественно, выгоднее, чем маленькая упаковка, там, на 20 таблеточек. Ну, вот я затарилась, думаю, этого мне хватит достаточно надолго. И последнее, что я вам покажу, это стиральный порошок. Точнее, это не порошок, а тоже таблеточки для стирки. Я ими пользуюсь уже достаточно давно. Покупаю именно вот такие персилы. Мне всегда, когда пользовалась еще стиральным порошком, очень нравился именно порошок персил. Не знаю, он как-то лучше отмывает белье, он приятно пахнет. В принципе, вот как-то всегда я покупала именно его. Сейчас беру вот такие вот таблеточки. Вы знаете, что сейчас на YouTube очень многим блогерам присылают такие таблеточки. Арель, по-моему, на обзор, в подарок. И, ну, если честно, я не понимаю, почему столько восторгов, столько шумихи вокруг этих таблеточек. На самом деле, существуют они уже очень давно. И, ну, я, например, знала про вот эти вот капсулы задолго до вот этих вот обзоров блогеров. Поэтому, не знаю, для меня это так странно, когда блогер сидит и говорит, я никогда не знала о существовании таких капсул. Они очень давно существуют, куча, их выпускает просто куча разных фирм. Ну, не знаю, для меня это как-то странно. Ну, и, в общем-то, хорошая пластиковая упаковочка открывается. И внутри вот такие вот капсулы. В одной капсуле именно моющее, стирающее средство. В другой капсуле кондиционер. Поэтому, в принципе, когда я стираю с этими таблеточками, я даже не добавляю кондиционер в отсек стиральной машинки определенной. Чем они мне нравятся? Тем, что вы их просто кидаете в барабан среди белья, они там растворяются и все, в общем-то, стирают ваше белье. Они очень приятно пахнут, даже вот в упаковке пахнут так ненавязчиво, именно хорошим стиральным порошком, таким чистым бельем. Чем мне не нравились? У меня раньше были, по-моему, те же самые пресловутые арель. Они ужасно воняли. После них белье, конечно, чистое, все хорошо, но оно так воняло, я не могла под ним спать. Я его перестировала. И в итоге я отдала все эти таблетки, которые у меня были, все вот эти капсулы арельевские, потому что просто невыносимый запах. Я достаточно нейтрально так, ну, нормально отношусь к различным запахам, но вот запах капсулы арель – это просто вот что-то с чем-то. Вот эти вот персилы, они пахнут хорошо, они пахнут вкусно, свежим бельем и на белье, свежестиранное белье пахнет именно так, как надо, свежестиранным бельем, а не каким-то, не какой-то отдушкой, не каким-то вот освежителем химическим. Вот это мне очень нравится, поэтому уже не первый раз в эту упаковочку. Очень мне нравятся эти капсулы. Все, девчонки, это были все мои покупки для дома, для быта. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Если так, то обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем до скорой встречи. Пока-пока!